У Владимира Петровича Графова вся грудь в орденах. В свои 97 он отказался принимать парад во дворе своего дома, сидя. Хоть и ноги уже плохо ходят, руки не слушаются, а слух подводит. Ура! 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 В Красную армию Владимир Петрович был призван в ноябре 1944 года, в 17-летнем возрасте. Его направили в 28-й стрелковый полк. Летом в 1945 году участвовал в боях на Дальнем Востоке. Был командиром стрелкового отделения. Всю свою трудовую деятельность, а это более 50 лет, Владимир Графов посвятил профессии водителя. Вообще, он, как говорит, нас посадили в эшелон, в учебки не доучились. И погнали, даже не знаю куда, на восток. Прибыли они там, ждали, в ожидании же были. Долго они там. А когда боевые действия, более опытных отправляли в бой, он на складах работал, принимали ранее. Я забыл, куда нас потом отправили-то. Конечно, боевые действия там, шум, все, естественно, все это как бы было. Бодрым голосом перед парадом Владимир Петрович поздравил всех присутствующих с наступающим 9 мая и пожелал самого главного – здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Самое основное – это наше здоровье. Парад Победы во дворах ветеранов – это праздник для всех присутствующих. Дети и взрослые с замиранием смотрят шествие, а после с благодарностями подходят к участникам кровопролитной войны. Так случилось во дворе и у дома Владимира Графова, а позже военные отправились поздравлять Петра Сизова. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю! Петр Иванович! Петр Иванович узнал, что такое война в 14 лет. В своем доме он остался за старшего, потому что все взрослые отправились защищать родину. В 17 лет в 1944 году Петр Сизов встретился лицом к лицу с войной. Петр Иванович служил танкистом в запасном полку. В послевоенное время он работал инструктором по вождению танков. Его любимый танк – Т-54. Об этом я в прошлый раз начал рассказывать и не мог, заплакал. Это вот Петр Иванович, когда под Саратовом служил сначала, в первые годы войны, это первый год службы. А когда нас в эшелон погрузили, всего 40 километров отъехали. В парадах участвовали военнослужащие и курсанты Ульяновского района. Кроме жвидового регионального учебного центра войск связи в современной парадной форме и форме Великой Отечественной войны. Помогали юно-армейцы и военный оркестр. Всего ко Дню Победы они поздравят 23 ветерана. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Правда ТВ.